Привет! Сегодня будет распаковка с Алиэкспресс с примерками, но детских вещей. Меня достаточно часто просят показать, какие вещи я покупаю детям, что я покупаю детям, так же, как и какие-то мужские интересные находки. Ну, кстати, как ни странно, хоть это и просят, но просмотра обычно на подобных видео гораздо меньше, чем на стандартных распаковках. Ну, это, честно сказать, меня не особо пугает. Я сегодня для вас сделала очень классную подборку, и мне и детям вещи очень понравились. Ну, и, конечно же, хочу напомнить про соцсети. Сейчас у меня активно развивается страничка во Вконтакте, и, конечно, ссылочка будет в инфобоксе. Туда же я буду дублировать эти ролики. И, конечно же, там будут подборки, ну и много всего интересного с небольшой личной вставочкой. Поэтому подписывайтесь. И еще есть одна соцсеть или мессенджер. Это телеграм, где, собственно говоря, давно я веду полезный канал про Алиэкспресс, про выгодные покупки. Вы миллион раз про это слышали. Если не слышали, то обязательно переходите, смотрите. Там, на самом деле, много полезного и много накоплено всяких-всяких полезных ссылок. Подписывайтесь, буду вам рада. Ну, а сейчас давайте начнем. Для меня теплый костюм на флисе. В принципе, такая всесезонная вещь, потому что и в прохладные дни весной, и летом худи. Вообще, просто самая универсальная, мне кажется, одежда в современных реалиях. Поэтому для детей такой костюм тоже очень универсальный и классный вариант. Это российский магазин. И хочу сразу сказать, что не доставка может быть длинной, а именно время отправления. Потому что, насколько я понимаю, не все размеры у них всегда есть в наличии. И что-то они отшивают после заказа. Данный костюм у них представлен в четырех цветах и в размерах от 98-го до 152-го. Конечно же, костюмы унисексы и для мальчиков, и для девочек. По составу ткани это 80% хлопок и 20% полистер. По крайней мере, такая информация заявлена на бирке. Как вы уже поняли, я заказала два костюма. Голубой в большем размере в 140-м для Киры и в коричневом в 128-м размере для Димы. По поводу цветов хочу сказать, что голубой соответствует фотографиям на 100%, ну или близко к этому. А вот коричневый в моем случае абсолютно не соответствует фотографиям, потому что у меня коричневый получился теплый, такой даже с краснотой. Хотя на фотографиях был холодный такой капучино. И при этом даже на отзывах, фотоотзывах покупателей тоже был холодный капучино. Поэтому я как-то даже не задумывалась о том, что может быть что-то не так. Но, видимо, данная партия была перешита. Ну, то есть, как я уже изначально сказала, что-то, видимо, они отшивают заново. По качеству исполнения костюма тоже меня устроили. Каких-то минусов, которые не соответствуют заявленными фото, я вам могу назвать, наверное, что нет подкладки у капюшона. Потому что на фотографиях есть подкладка. И, наверное, на этом все. Про размер. Я сказала, что Кирия заказала размер 140. А сейчас она вам его демонстрирует. У нее рост 1,133 м. И он ей, конечно, с приличным запасом и рукава, и длина штанов. У Димы ситуация аналогичная. Я ему заказала 128. У него рост 1,21 м. И, собственно говоря, тоже такой приличный-приличный запас. Возможно, если бы я заказывала костюмы на размер меньше, они бы у меня не получились, так скажем, на вырост. А теперь покажу вам еще одну распаковку из магазина Селла. Я уже показывала из этого магазина и взрослые, и детские вещи. И вот детские вещи мне особенно нравятся по качеству. И детальки продуманы, и исполнение замечательное. В данном случае это такой сет из миньонов получился. Три вещи. Футболка. Причем футболка. Написано, что футболка для девочек. Но все это заказывалось для мальчика. Надеюсь, он этого не услышит, а то больше ее не наденет. Футболка выполнена из стопроцентного хлопка. Все бирочки на месте. Ценники, которые здесь на бирках, отличаются от цен на Алиэкспресс. На Алиэкспресс дешевле, чем в официальном магазине. И на сайте, и оффлайн. И штаны. Вот такие вот штаны представлены у них в двух цветах. Серый вариант и черный. Тоже размер 128. По составу ткани это 95% хлопок 5 эластен. По размерам ситуация и с футболкой, кстати, тоже от 104 до 128. Размерная сетка от 104 до 128. У Димы рост 1,21 м. Напоминаю. Кстати, помимо классических бирок, в комплекте на бирочках еще идет пакетик с тканью. И на футболке, и на штанах, и на свитшоте. Везде был этот пакетик с тканью. В целом, думаю, это для того, чтобы проверить, как ткань поведет себя при стирке. Но и, конечно, заплатку. Если вдруг что из этого тоже можно будет сделать, я думаю. Обратите внимание. Точнее, сравните с предыдущим костюмом. Здесь вещи тоже в 128 размере. Но сидят они уже без какого-то очень большого запаса. Ну и третья вещь из посылки. Это свитшот. Тоже с миньоном. И данный свитшот представлен в двух цветах. Второй цвет такой молочно-белый. Тоже представлен в пяти размерах от 104 до 128. По составу ткани это 100% хлопок. Внутри у свитшота петелька. Выполнено все качественно. Я вам, как всегда, показываю близкие детали. И тогда, собственно говоря, именно по таким кусочкам можно составить свое именно впечатление. А не только полагаться на то, что, например, говорю я. Еще раз хочу похвалить Сэлу за детские вещи. Цена, качество меня абсолютно устраивает. Тем более, повторюсь, на Алиэкспресс цены ниже, чем в официальном магазине. Промо-коды и купоны сейчас просто на вес золота. И, кстати, российские магазины периодически добавляют какие-то промо-коды, которые, конечно же, я публикую в Телеграме и ВКонтакте. Поэтому подписывайтесь. Напоминаю вам еще раз, чтобы не пропустить. А если вдруг вы смотрите мое видео впервые, то сообщаю вам, что все ссылочки на вещи, которые я сегодня показываю, находятся в инфобоксе. Конечно же, в сегодняшнюю распаковку попала не только одежда, но и вот, например, обувь. Это фирма Нордман. И я думаю, вы знаете, что там. Что еще нужно весной, да и на лето тоже вообще незаменимая вещь. Это очень легкие сапоги из материала Эва. И плюс там есть утеплитель, который выглядит как носочек. Я вам все покажу. Но это такой комби-вариант, который можно носить и летом, снимая носочек. И в любую плюсовую погоду вам будет комфортно. И ножки у деток не промокнут. Точнее, деткам будет комфортно. И, соответственно, в такой переходный период, когда то холодно, то тепло, то непонятно что, на бирке и на сайте указано, что данная обувь подойдет до минус 15. Ну, это, соответственно, конечно, с теплым носком. Ну, а без носка вы можете и в плюс 20 сходить. Все будет нормально. Сапоги представлены в пяти цветах. Там три ярких цвета. Розовый, зеленый и желтый. И два таких темных. Черный и темно-синий. Если вдруг вы будете покупать эти сапоги, обратите внимание на размерную таблицу и описание, которое дает продавец. Потому что там есть некоторые моменты, которые там, в принципе, описаны. Просто здесь я не буду это перечислять. Если будете заказывать, обратите внимание. И, кстати, еще из плюсов хочу сказать, что после того, как я сделала заказ, со мной связался менеджер и уточнил по поводу размеров и так далее. То есть дополнительно еще проконсультировали после того, как я сделала заказ и все оплатила. В моем случае, так как я заказывала две пары, была даже бесплатная курьерская доставка. Итак, Диме я заказала 31 размер. В целом, я ему такую обувь сейчас и покупаю. Кири я заказала 35. Но если Диме прям в пору они сели, может быть, с небольшим запасом, то Кири слегка великоваты, потому что у них как-то нет промежуточного варианта. Но лучше больше, чем меньше. Не знаю, как у ваших детей, а у моих самая ходовая одежда – это пижама. Потому что дома они ходят в пижамах даже в дневное время. Это я к чему, что вот такие подобные комплекты мы используем как домашнюю одежду. Кстати, все магазины, которые я вам сегодня показываю, точнее вещи из магазинов, которые я показываю, находятся в России. И, соответственно, доставка везде достаточно быстрая и удобная. Пижама для девочки. Очень нежная. И из такого хорошего, достаточно плотного хлопка. Думаю, она нам долго прослужит. И да, это стопроцентный хлопок. Я заказала пижаму в 140 размере. Но у продавца они представлены в 9 размерах. От 98 до 140. Напомню, у Киры рост 133. Села пижама с запасом. И, кстати, у продавца были еще другие расцветки, но не было просто мне нужного размера. Они есть на Али. Можно посмотреть, если перейти в магазин продавца. Магазин, кстати, нам тоже уже знакомый. Это магазин Крокет. И дальше я буду показывать разные посылки тоже из этого же магазина. Например, еще одна пижама, но уже для Димы. И она более легкая. Как минимум, она более легкая за счет того, что здесь футболка вместо лонгслива. Но и еще здесь более тонкая ткань. Кстати, хочу обратить ваше внимание. На Алиэкспресс я замечала это многократно в разных магазинах. Если вещь в одном и том же магазине, например, из раздела пижам возьмем, потому что сейчас я вам показываю пижамы, разные по стоимости, значит, они будут немного разные по качеству. В данном случае вот эта пижама с енотом, она более легкая и с более тонкой ткани. И она, конечно же, дешевле, чем предыдущая пижама. Кстати, данная пижама представлена у продавца в трех разных вариантах. И там вообще огромный какой-то ассортимент размеров. 11 размеров от 92 до 146. Диме я опять заказала в размере 128. И, собственно говоря, штаны тоже с запасом. Но еще один важный момент. То, что я сказала, что ткань достаточно тонкая, это не значит, что вещь плохая. Потому что есть варианты, когда хочется одеться потеплее, а есть, когда немножко как-то жарко. Но, собственно говоря, продолжаем опять-таки из этого магазина распаковки. Здесь прям четыре позиции. И они прям очень какие-то бюджетные были, потому что это легкие, летние, достаточно тонкие вещи. И вот я решила вам их тоже показать, потому что я заказывала. И в магазине постоянно пополняется ассортимент. Думаю, даже если этих позиций не будет, вы хотя бы будете знать, как это выглядит, какого качества приходят вещи. Они из стопроцентного хлопка. Вот эта вот пижама, это пижама для девочек. Было несколько расцветок. И в целом, не скажу, что это прям какой-то супермодный вариант, но ребенку дома, повторюсь, мы используем такие пижамы, как домашнюю одежду. Это просто прекрасный вариант. И еще хотела сказать про магазин Крокет. Это один из немногих магазинов, которые постоянно радуют нас промокодами, даже сейчас. И сейчас у них есть купоны вроде на 300 и на 500. И периодически еще бывают какие-то промокоды. Ну, вы знаете, где посмотреть. Еще одна пижама. В целом, это был у меня вариант, чтобы одному и другому купить какую-то легкую пижамку с шортиками на летний или вот, например, на теплый, просто любой период. Пижама здесь тоже выполнена из стопроцентного хлопка. И в целом, все выполнено замечательно. Легкая ткань. Я вам показываю все детали, которые только могу. Хочу отметить резинки на штанах и шортах, потому что бывает частая проблема. Либо тугие, либо такие огромные, что просто сваливаются с детей. Здесь такой хороший средний вариант, и при этом они не тугие, то есть легкие. Ну и, конечно же, примерка от юной модели, чтобы вы понимали, как сидит вещь. Напомню, у Димы рост 121 см. Вообще, я думала, что пижамки эти я покупаю именно лето, но сейчас, когда еще есть отопительный сезон, но на улице уже стало более-менее тепло, они у нас уже даже побывали несколько раз в стирке. И, собственно говоря, с ними ничего не случилось, они не полиняли, нигде ничего не отвалилось, пижамы не перекосило, поэтому хороший вариант. И показываю еще двое шорт. Они были, ну, очень из бюджетной какой-то категории, в районе 200 с небольшим рублей одни шорты. Это тоже магазин Крокет, но, видите, здесь другой производитель. И одни, и другие я взяла в 128 размере. Это, знаете, наверное, шорты все-таки на жаркое лето. Они достаточно тонкие, и мамы мальчиков знают, что, когда приходишь в магазин, в основном очень толстые и плотные, везде шорты, и мальчишкам бывает жарко. Ну, вот замечательный вариант. Надеюсь, нам на это лето их хватит. Не в смысле всего, а в смысле, что они доживут до конца лета. Потому что у тонкой ткани все-таки есть немного... Все-таки есть один минус. Это то, что футболка тонкая, ничего с ней не случится, а вот попу протереть на горках или еще где-то можно запросто. Но я, как вы понимаете, не наговариваю. Это я вас просто предупреждаю, чтобы вы понимали. И опять-таки возвращаемся к формату цена-качество или цена и разница. То есть здесь достаточно низкая была цена и ткань тонкая. Но при этом шорты меня абсолютно устроили своим качеством и тем более за свою цену. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк и радовать юных моделей. Они очень старались. Не забывайте подписываться на мой канал. Конечно же, на соцсети, которые... Ссылочки я оставила в инфобоксе. Здесь же на ютубе не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие ролики. Ну а сейчас, пока-пока, до новых встреч. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok